Всем привет! Сегодня будет такое более обзорное видео про разные способы реализации мультиплеера в вашей игре. Меня часто об этом спрашивают, да и вообще в наше время какие-то онлайн механики игроки ожидают увидеть в любой игре. Особенно на мобилках это синхронизация сохранений, всякие таблицы рекордов, но во все интересные игры на показ сразу же хочется поиграть с друзьями через Steam. Так что сейчас я вкратце перечислю какие онлайн игры с помощью каких решений и плагинов можно сделать и отдельное внимание уделю защите от читов. А туториалы по конкретным решениям, где я буду уже показывать как и что делать в Unity будут в следующих видео. Итак, сначала я расскажу про то какие могут быть требования и пожелания к онлайну в вашей игре, про то как это можно реализовать в общих чертах, а потом расскажу про существующие решения и сервисы. Первые две части будут универсальные, а вот часть про существующие решения может и устареть. Сейчас на дворе июнь 2019, так что расскажу что есть на текущий момент. Unity в своей презентации их будущего супер крутого сервиса мультиплеера делит все игры на такие 4 категории, и я с ними в принципе согласен. С первым типом все понятно, это всякие социальные доски рекордов, ачивки, идеи или квесты, он используется много где, для такого существует множество сервисов и многие игроки даже не назвали бета мультиплеером, так что тут я много говорить не буду. Второй тип пошаговые игры. Он уже интересней, так как требует во-первых какого-то взаимодействия, то есть вы не просто сохраняете из скрипта одну чиселку и получаете в ответ место игрока в мире, чтобы вывести ему на экран, а именно отправляете данные конкретно другим игрокам и от них уже получаете что-то в ответ. Во-вторых, обычно такие игры требуют какого-то матчмейкинга, то есть более-менее сложной системы поиска противников, которую тоже бывает реализовать не так просто. А почему это отдельная категория от следующих? Потому что тут вообще не важна скорость и задержка в разумных пределах, то есть в такой игре не может быть ни одной механики вида, кто первый нажал на кнопку победил, и обычно вообще только один игрок может делать какие-то действия в каждый момент времени, пока не нажмет кнопку завершить ход. Далее идет мультиплеер в реальном времени. Это дота, кс, да и почти все мобы, шутеры и стратегии в реальном времени. И бэтл рояли, да. Они уже требуют реакции, то есть нужно учитывать пинг игрока, как-то предсказывать движение юнитов, снарядов, определять кто первый выстрелил, а кто умер, и множество таких вот довольно сложных в реализации задач. Но тут все еще ограниченное число людей в комнате и матчмейкинг. Бои 5 на 5, 10 на 10 или даже 100 на 100, но мы всегда знаем сколько у нас максимально игроков. То есть можно просто взять массив из 10 двумерных векторов, он займет 80 байт и слать его 10 раз в секунду, чтобы передать положение всех игроков. Это меньше килобайта в секунду, так что особо нагрузки не создаст, а 10 раз в секунду более чем достаточно, чтобы получить сглаженное перемещение. И последняя категория в этой классификации, это странно названный Persistent Game Spaces, но можно назвать это MMO, то есть Massively Multiplayer Online. Короче, огромные они, вот что название пытается донести. А Persistent Game Spaces, то есть сохраняемое игровое пространство, это имеется в виду, что у всех игроков одно игровое пространство. Азерот в WoW или Галактика в EVE Online, у которых неограниченное время жизни. То есть если вы срубили дерево в доте или открыли ящик в Apex Legends, то ваши действия имеют последствия только в пределах матча и видны только игрокам в этом матче. А вот если вы в EVE выставили что-то на аукцион, то это видно всем тысячам онлайна и сотням тысяч, которые скоро зайдут онлайн. И оно будет там висеть, покуда всем не надоест. В связи с этим обычно эти миры гораздо больше, чем карта в доте, и игроков там уже не 10 на карте, а сотни или тысячи. Тут возникают совершенно другие проблемы, массив из 63 170 векторов уже не отправишь 10 раз в секунду, это будет почти 5 мегабайт в секунду только на координаты игроков. Так что нужно как-то делить мир на зоны, обеспечивать плавное перемещение между ними, рассчитывать какой игрок видит какого и слать ему координаты только тех, которых он видит. Плюс в таких играх обычно есть всякие боссы с ИИ, которых надо бить вместе и опять же это все синхронизировать, глобальные чаты, аукционы, где тоже иногда нужно кликать в последний момент, система поиска рейдов, транспорт, кланы, глобальные войны в одном месте. В общем тут все очень сильно зависит от игры и геймдизайна, так что если вы думаете как лучше разработать свой WoW с Blackjack'ом и всеми вытекающими, то существующих решений скорее всего нет. Так, с типами игр разобрались, теперь про то как вообще может происходить взаимодействие между клиентами. Какой бы супер высокоуровневый фреймворк вы не использовали, и в ваших играх и в играх Blizzard или Valve, в итоге просто от одного компа к другому идут пакеты с данными. Тут уже сложнее разделить на четкие категории, но можно отдельно выделить игры, где клиенты соединяются напрямую. Это например старая CS, Minecraft, ну и вообще любые другие игры, где можно играть по локалке на даче без интернета, или где можно ввести IP адрес хоста и подключиться. Тут схема простая, один игрок хостит сервер, остальные вводят его IP, подключаются и все счастливо играют. Плюс у такой схемы она не требует интернета от игроков и не требует никаких вложений и хостингов от разработчиков. То есть вы просто написали игру, выложили ее и все могут играть. А еще сервера таких игр нельзя выключить, когда у студии кончатся деньги, расстроив всех фанатов. Но есть и минусы. Чтобы поиграть, нужен белый IP и иногда специфическая настройка всяких портов, что могут сделать далеко не все игроки. И следовательно, такое не работает для мобильных игр, потому что с мобильного интернета захостить что-то вряд ли получится. И нет никакого матчмейкинга, даже чтобы сделать список серверов, как в той же CS 1.6, нужен уже какой-никакой сервер. Также в этой схеме один из игроков обычно является хостом, что дает ему некоторые преимущества. Например, нулевой пинг и возможность неограниченно читерить, потому что все проверки, которые мы можем сделать, выполняются на его компьютере. Так что с разработчику читов не составит большой проблемы их обойти. Последнее, в принципе, не страшно, если вы ориентируетесь именно на игру в локальной сети среди знакомых. И вариант позатратней. Какой-то сервер, который контролирует разработчик игры и через который все общаются. Он может как стоять дома у вас в кладовке, так и быть размещенным в облаке. Но главное, что у него стабильный интернет, заранее известный IP, и никто не может на него зайти и установить какие-то читы или отредактировать базу данных. Тут тоже могут быть разные варианты. Например, как в Unet, стандартной системе мультиплеера в Unity. Unity предоставляет как раз такой промежуточный сервер с матчмейкингом, но когда начинается сама игра, то этот доверный сервер по сути просто пересылает сообщения между игроками. То есть клиенты уже заранее знают IP сервера, к которому они подключаются, и по очереди к нему подключаются. Потом среди них выбирается хост, или он называется как-нибудь по-другому, мастер-клиент, но суть от этого не меняется. Один из клиентов знает все, то есть положения, кулдауны, скрытые карты в руке других игроков, и получает сообщения, например, о том, что кто когда нажал на LKM. Он же решает, кто первый в итоге сделал выстрел, и шлет это на доверенный сервер, а тот просто рассылает всем остальным. То есть проблема с неизвестным IP и мобильным интернетом решается, но с читами и преимуществами одного из клиентов остается. Другой крайний случай это если вы пишете уже полностью свое решение, или используете какой-нибудь Photon Enterprise Cloud, тогда вы уже можете захостить в облаке, ну или у себя в кладовке, всю игровую логику, и сервер будет принимать все решения, поэтому его иногда называют авторитарный сервер. Так как тут вам придется загружать куда-то свой код, это получается куда сложнее и дороже. Но зато так можно обеспечить почти что полную защиту от читов. Почти все современные крупные игры работают именно таким образом, через свои решения, но нам инди-разработчикам приходится искать баланс. Тут конечно еще много тонкостей, вроде TCP, UDP, гарантированности доставки, белых серых IP, NAT и портов на роутерах, но в самой детали я вдаваться не буду. И из предыдущих категорий. Если мы разрабатываем первый тип игр, Dynamic Single Player, то вообще обо всем этом не нужно париться, просто подключаем Google Play Games или PlayFab и у нас все работает. Если мы делаем пошаговый мультиплеер, то уже нужно что-то выбрать. Тут как и везде, зависит от игры. Если вы делаете стратегию в духе третьих героев, то на первое время хватит и прямого соединения. А если убийцу Hearthstone, то уже понадобится делать доверенный сервер, чтобы никто не начитерил себе сразу все карты. То же самое с Realtime Multiplayer. Если это что-то вроде Майнкрафт, погонять с друзьями вечерком – прямое соединение. Если хотим рейтинги и скины за донат – авторитарный сервер. Если погонять со случайными игроками, но без скинов и рейтингов, вроде какого-нибудь Агар Ио, можно обойтись и фотоном, который просто пересылает сообщения. Ну а если вы пишете ММО, скорее всего вам лучше выбрать идею попроще. Потому что тут по определению, раз у нас персонажи живут не одну катку, а не ограниченное количество времени, нужно отсечь все возможности читерства. И нужно очень много кастомной логики для всего, что я там выше перечислял. Так что тут точно нужно писать свое решение и, скорее всего, самим его хостить. Особенно, если вы рассчитываете на большой онлайн. Есть, конечно, UMMORPG, но это не библиотека для создания ММО, как они заявляют, а уже готовая, написанная кем-то и, по моему скромному мнению, не то чтобы качественно написанная ММО, которую вы можете попробовать переделать под себя. Так что лучше и проще писать свое, как мне кажется. И теперь, наконец, про конкретные решения, то есть какие-то библиотеки, плагины или ассеты, которые позволяют уже все эти сообщения формировать и удобно пересылать. И про сервисы, которые это все хостят. Первое, что приходит в голову, это, конечно же, мультиплеер Unity, встроенный в стандартные сервисы. Он позволяет как соединиться напрямую по IP или в локальной сети, так и предоставляет облачный сервис, который просто пересылает сообщения, чтобы все работало с мобилок и в нем есть матчмейкинг. Но уже в 2020-м его окончательно закроют, потому что они решили создать новый суперкрутой сервис в сотрудничестве с Microsoft, который уже позволит заливать свой код и выносить логику на сервер, говоря, что можно будет даже разрабатывать большие ММО на его основе. Но посмотрим, когда он выйдет. Пока что есть только альфа-версия в репозитории на GitHub, по которой особо ничего не понятно. Далее идут очень похожие по возможностям и вообще по архитектуре на него сервисы. Это Photon и GamesParks, которые тоже почему-то закрывают. Они все являются вот таким облачком, пересылающим сообщения, без логики, которую вы можете залить и исполнять на сервере. Также есть Google Play Games и вроде бы что-то такое же для iOS, но оно не кросплатформенное и не имеет удобных плагинов для Unity, так что с ними придется прямо вот из ваших скриптов формировать какой-то массив с данными и 10 раз в секунду вызывать метод send, что для скольку-нибудь сложной игры может серьезно замедлить разработку. А у Photon очень удобный плагин для Unity, который можно скачать из Asset Store. Всякие базовые вещи, вроде как синхронизировать положение объекта, там делаются очень просто. Просто вешаем на объект компонент, синхронизация всяких кастомных переменных делается тоже в несколько строк, а еще у него есть довольно гибкий матчмейкинг. В общем сервис неплохой, я даже подумываю сделать про него отдельный туториал. Но так как они предоставляют сервисы, они указывают цену. Бесплатно дается только 20 игроков одновременного онлайна, а за увеличение этой цифры до 100 на 5 лет придется отдать около 100 долларов. Помимо этого у них есть отдельный сервис Photon Enterprise Cloud, который позволяет хостить у них ваш игровой код, то есть на нем уже можно было бы написать свою доту с защитой от читов и честными соревнованиями. Но судя по тому, что цена на него не указана, я вряд ли когда-то смогу себе такое позволить. Unity, я так понимаю, хотят сделать что-то похожее, но надеюсь у них цена будет указана. Помимо Unity, еще Playfab сейчас разрабатывает некий сервис, куда вы опять же сможете загрузить свой код, и он будет исполняться у них на доверенном сервисе. Вообще Playfab уже сейчас предоставляет, наверное, самый полный, что я видел, набор всяких фич для первого типа игр, то есть динамик синглплеер. Всякие доски рекордов, инвентарь, профили игроков, только на этом уже можно запилить какого-нибудь счастливого фермера. Но вот полноценный мультиплеер пока что в разработке, и как обычно мне недоступен. Есть еще Amazon Game Lift, там цены попроще, но какой-то странный JavaScript и непонятный плагин для Unity. Если вы сейчас думаете о том же, о чем и я, что хочется сделать и выложить онлайн игру, но денег платить не хочется, то есть еще куча готовых и более-менее бесплатных решений. Например, DarkRift, Forge, Master Server Framework и тот же Photon Self-Hosted. Это уже не сервисы, а только плагин для Unity и SDK для разработки сервера, то есть запускать его вам придется самому. Тут, конечно, нужно будет либо действительно держать сервер в кладовке, либо разбираться с AWS или еще каким-то хостингом. В общем, опять же, сложно и непонятно. Но зато дешевле, чем платить именно за игровой хостинг, и у вас будет почти полный контроль над тем, что происходит. А если вам нужен совсем полный контроль, или вы пишете ММО, то тогда можно написать свое решение. И это на самом деле проще, чем кажется. C-Sharp как раз используется всякими серьезными корпоративными ребятами для создания больших сервисов и сайтов, не связанных с играми. Так что учить новый язык не придется. Придется, правда, разобраться еще в тысяче всяких нюансов и опять же в хостинге всего этого. Но зато таким образом вы до мельчайших деталей будете понимать, что как работает и какие данные через кого проходят. Отдельным случаем я бы назвал, если вы создаете пошаговую или нетребовательную к скорости игру, то можно написать сервер на основе какого-нибудь фреймворка и хостинга обычных сайтов. Хоть уже и 2019-й, мне все равно первым приходит на ум ПХП, у которого репутация языка, на котором кто угодно может с нуля наговнокодить за день любой сайт, и можно вот так же наговнокодить какую-нибудь игровую логику, храня все в базе данных, и получится какой-никакой сервер. Это совсем уже странный способ, но я так делал генерацию ежедневных уровней в одной из своих игр еще несколько лет назад, когда это был единственный способ, который я знал. В общем, решений в итоге существует много, но среди них нет ни одного идеального. Так что, чтобы подвести итоги. Если вы хотите рекорды и ачивки, PlayFab или Google Play Games, Apple Game Center, Steam, в зависимости от платформы. Если вы делаете пошаговую игру, либо прямое соединение, простой пересылающий сообщение сервер для матчмейкинга, если у вас нет метагеймплея с ежедневными квестами и коллекционированием карт, либо, если есть, свое несложное решение. Если в реальном времени, то же самое, но свое решение описать будет сложнее. Кстати, тут еще есть проблема с физикой. Если вы используете много физики в вашей игре и хотите просчитывать ее на сервере, как обычно, чтобы убедиться, что никто не читерит, то вам придется либо запускать собранный Unity проект, чтобы использовать физический движок, либо писать свой физический движок, чтобы не париться с запуском нескольких экземпляров Unity где-нибудь в облаке и пересылкой между ними всяких данных. В любом случае, это довольно много мороки, так что реальное время со сложной физикой можно даже вынести в отдельную категорию. И если делаете ММО, то придется писать все самому, но зато иметь полный контроль над всеми элементами геймплея. Я думаю начать делать детальный туториал про то, как сделать простенькую реалтайм-игру с помощью фотона, если, конечно, сам совсем окончательно разберусь, так что напишите в комментах, было бы вам такое интересно. А на сегодня спасибо за просмотр и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео.